Дорогие друзья, весна уже не за горами. Классно, мы все ждали всю зиму, когда же сойдет снег и начнутся праздники, а там уже шашлыки, а там уже и солнце, загар и все такое. Сегодня я сделаю, знаете что, не шашлыки, я сегодня сделаю чипсы, ну вернее не сами чипсы, сами чипсы у меня вот здесь. Офигенные кукурузные классные начос. Я буду делать три намазки или три соуса, три дипа, для того, чтобы вы могли комфортно и со вкусом смотреть, например, какие-нибудь сериалы, вечером киношечку. Вы знаете, я сам бывает иногда люблю, попадается там вечерок свободный, я приду, порой в интернете найду какие-нибудь современные, ну сегодняшние фильмы, и всегда приходится так, типа, просто сидеть неинтересно, чтобы такое надо все время подтачивать. Можно, конечно, вместо чипсов сделать греночки какие-то, можно палочки купить, ну, в общем, все, что угодно. Главное, это три вкуснейших соуса. Спонсор сегодняшнего ролика у меня бренд Starwind, видите, у меня вот такой в руках кутер, cutter, от слова cut, резать, это не то, что вы там, многие путают с блендером, здесь есть вот такой вот нож, и он, знаете, он крошит, а не превращает субстанцию в пюре. И для вот соусов я, например, рекомендую и использую кутер. Почему? Да потому, что мне не нужно пюре однородное, мне нужно, чтобы там попадались кусочки. И в процессе я буду об этом рассказывать, почему, как, зачем и для чего. Итак, сразу начинаю сюда складывать первый соус. Это а-ля гуакамоли, да? Ну, по сути, все ингредиенты гуакамольные, за исключением того, что гуакамоли делается в ступке, аутентично. Кто-то, знаете, мнет его там руками, ложкой, еще чем-то. Я же хочу его сделать в кутере для облегчения процесса. Крупными кусками томат, сырой лук репчатый. Лучше всего использовать, например, красный лучок, но можно и белый. Красный лучок еще не всегда встретишь, он такой, знаете, подороже там и... Кинзульку. Кинзульку сюда. Без нее никак, потому что это же относится к мексиканской кухне. Гуакамоли. И поэтому без кинзы никак. Авокадо. Я знаю, продукт не дешевый, но я вот купил, знаете, это вот дорогое авокадо, который... ХАС, так называемое черное авокадо. Вот, мне он обошелся одна штучка в 100 рублей. Это дороговато, но у нас куча дорогих ингредиентов, да? На дорогой алкоголь мы не скупимся. А вот как авокадо, как что? Там, ой, ну это дорого. Это 100 рублей, это же так дорого. Ну, да, надо же иногда себя баловать. А потом в авокадо есть определенные микроэлементы и жиры, которых нет нигде. А потом текстура, а вкус сливочный. Ну, без авокадо жизнь не жизнь. Во всяком случае, кто вдруг его совсем не любит или там считает, что это не подходит, можно придумать какой-нибудь... А, можно все майонезом заменить, да и все. Чем мы можем заменить мягкий кремовый авокадо? Майонезом. Он тоже мягкий кремовый. Я шучу, конечно, но... Гуакамоле. Ну, хотя бы разочек попробуйте. Да, если у вас, например, в магазе твердый авокадо, значит, нужно купить его, параллельно купить бананчики, бэйби бананчики, макси бананчики, какие угодно, и положить авокадо в пакет вместе с бананами. Бананы даже можно, знаете, взять такие зеленоватые для того, чтобы они у вас 2-3 дня спокойненько лежали. В общем, пакет, туда авокадо, и вместе с бананами пусть 3 дня живут. У банан они вырабатывают такое количество природной энергетики и теплоты, что они позволяют дозревать авокадо от себя. Ну, в общем, любые фрукты можно, ну, кроме томатов. Зеленый томат кинешь, потом, ну, навряд ли они... Манго, кстати, тоже дозревают вместе с бананами. Все, что хотите, с бананами можно дозревать. Итак, у меня здесь лук, томаты и авокадо. Обязательно, мексиканская версия, калифорнийская версия, это зира. Давайте вот так. Мелкая, черная, узбекская зира. Ну, может, если мексиканскую найдете, добавляйте мексиканскую. Но без зиры, вот это, конечно, гуакамоле. Ну, в общем, вы попробуйте. Я вначале, знаете, как-то переживал, что типа зира в гуакамоле, да ну, что это какая-то ересь. Ну, может, мексиканцы так и любят, нам-то зачем это. Мы же русские. Да нет, вы знаете, очень крутой вкус получается. Зира подчеркивает кинзу. Такое, он прям... Ух! Чили-перец можно туда бахнуть стручковый. Со стручковым всегда, как бы, запара такая, знаете, есть он в магазинах, нет в магазинах. Я, у меня есть чили сухой. Я просто сюда прям, ну, так обильно острого чили-перчика насыплю. Это хоть и не просто чили-перец, это у меня шичими тагараси, это японская приправа. Но я ее везде добавляю очень, она без всякого доп. вкуса, и поэтому создает остроту, ничего лишнего. Хотя там водоросли немножко есть и кунжут. Обязательно лимон. Но лимон, я надеюсь, что у всех есть. Лимон, во-первых, для баланса вкуса. Во-вторых, для того, чтобы авокадо не так быстро чернело. Все. А нет, не все. Соль. Солим, он должен быть вкусный. Значит, любители чеснока могут все добавить чеснока, но вообще чеснок сюда, конечно, не добавляется. Получилась вот такая вот кусочковая масса. Нужно ее попробовать. Знаете, как надо пробовать? Сразу брать чипсину. Только все, не испробуйте. Слава, по-своему, чипсы, ну вот начос, они такие, знаете, безвкусные. Поэтому для них важен соус. Все, гуакамоле выкладываю в тарелку. Второй соус у меня будет с соленым огурцом. Смотрите, что у меня здесь есть. Петрушка и зеленый лук. У петрушки нужно жесткие стебельки отрезать. Ну, то есть, вот отрезать так, знаете, по уши. Вот так раз. Их можно засушить, но только мелко нарезав. Для производства супов. Супы добавлять как приправы во время варки, да? А остальную петрушку нужно вот так вот нарезать. Хотел сказать, выложить, сразу выкинуть сюда. Нет, надо знать, что перво-наперво нужно крупные ингредиенты. Потому что, если вы петрушку туда кинете вниз, она там внизу у вас в углу и будет лежать. Так, соленые бочковые огурцы. Значит, не маринованные. Хотя и маринованные, наверное, тоже можно было. Но здесь идея была именно в соленых огурцах. Сделать соус похожий на тартар. Похожий на тартар. Значит, зеленый лук. Самое важное, вот во всех этих дипах и соусах иметь какой-то эмульгатор. Потому что, вот, например, мы овощи все сделали, да? Видите, водичка уже отсекается, потому что томат, в томате много воды. И авокадо нужно там в 10 раз больше его, тогда вкуса не будет. Авокадо дает кремовость. Но нужно, чтобы было очень мягкое авокадо. Поэтому гуакамоле может чуть-чуть отсекаться. Оно так, знаете, в мексиканских ресторанах они приносят прям в ступке в огромной. Натолкли, натолкли. Раз посидел, смотришь, водичка чуть-чуть отсекается. Этого не избежать. В этих двух дипах я постараюсь сделать так, чтобы ничего не отсекалось. Сюда я добавляю буквально чайную ложку меда. Ну, для баланса вкуса, знаете. Лучок остренький, зеленый, да? Огурец соленый. Без уксуса, кислоты нету там. И чтобы баланс вкуса был, вот немножко меду. И у меня здесь есть почти целая обжаренная луковица. Она обжарена у меня не до готовности. Обжарена просто, чтобы запаха лука не было, знаете, сырого такого. Тут даже некоторые частички подгорели, это вкусно. Все будет там классно. Так, одна упала важная часть, но она маленькая. Поэтому будем считать, что она не очень важная. Так, сливочный сыр. Сливочный сыр, плавленый, вкусный, мягкий. Коля Сарычев, привет. Ты понял, о чем я. Видите, он прям как крем. Нам нужно, чтобы соус стал кремовый. Ну а так как у нас сливочный сыр идет в большинство соусов, и вы знаете, что и соус для начо сырный, он как раз делается из плавленого сыра. Пару столовых ложек. Все делайте на глаз, потом по вкусу доведете. Здесь вообще никакой особой рецептуры не нужно. Забыл главный ингредиент. Paper. Black paper. Черный перчик нужен обязательно. Довольно обильно. Сильно в пюре не пробиваем. Помним об этом. У меня в тарелке где-то 3 столовые ложки сметаны. Если ее пробивать, знаете, бывает такое, что сметана отсекается. Она как бы в масло начинает превращаться. Она жирненькая. Смотрите, какая текстура получилась. Как круто сыр завязывает все ингредиенты. Теперь нужно всю эту массу. Давайте попробуем. Как мы договорились пробовать, да, вот так. Берем сломанную чипсину. Сломанную. Ух ты, это вкусно. От соленых огурцов. Так, серьезно, посолено. Ну, для этого есть сметана. Чтобы разбавить. Сделать соус более сливочным. И сделать его, знаете, менее соленым. Хотя, если вы вдруг заправляетесь пивком. Решили чипсики. То тогда, ну, соль добавляйте. Ее снижать не надо, потому что всегда рекомендуется вкуснее. Если у вас будет продукт постный, с пивом, конечно, будет не особо вкусно. Итак, все это перемешивается. Вот это такой соус тартар, да. Кстати, его можно картошки фри использовать. Очень вкусно. Огонь. Третий соус. Значит, сюда мы кладем укроп. Укропчик. Огурчик. Огурчик делаем так. Разрезаем вдоль. Потом разрезаем еще раз вдоль. Потом серединку аккуратно снимаем. Потому что здесь очень много воды. Ее можно посолить и съесть так. А вот эту часть, шкурковую, туда отправляем. Дальше у меня есть вареные яйца. Вот они. Разламываем. Видим, 7 минутка. Она вкрутую. Но желток не почернел, не посинел. И внутри немножко влажно. Это очень хорошо. Мы сюда это берем вот так прям руками. А-а-а. Ёшкин кот. Нож уже вначале надо вставить. Так, кыш, 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 кыш. Все уходим отсюда. Оп, оп, оп. Все. О, ништяк. Успел. Вовремя. Главное, вовремя успеть вставить нож. Так, остальные. У меня, видите, половинка огурца. Причем еще учитывая, что от половинки, половинка ушла просто детям или там сами съели. И два яйца. Треть огурца и два яйца. Яйцо у нас будет связующим элементом. В том числе. И, соответственно, дает сливочный вкус. Ну, в этом случае, значит, в этом соусе не обойтись без майонеза. Да? Три чайные ложки майонеза. Майонеза и сметана. Сметана деревенская у меня. Она хоть и не густая, но зато вкус у нее такой, знаете, такой коровкой попахивает. А нет, нормальная. И, соответственно, разбавляем майонез. Там две с половиной ложки сметаны. Две с половиной чайной ложки. Просто эта ложка маленькая. Блин, жена мне убьет, что я сметану ее всю использовал. Слегка соль. И, конечно же, сюда нужен черный перец. Так, черный перчик у меня нужен дробленый. У меня вот здесь вот не совсем черный перец. Здесь у меня черный, белый, розовый и сычуанский. А вот здесь у меня чисто черный перец горошком. Но это мягкий перец, который не высушенный. Сейчас кто-нибудь скажет. Ага, вот оно. Вот оно, перо из жопы совы. Да, есть, продается такой перец. Здесь, в общем, я же вам говорю. Я всего лишь даю идею. Экспериментируйте. Сами добавляйте. Брутальные ингредиенты. Этот перец мягкий. Его нужно порезать. Потому что кутер его не разобьет. Он будет попадаться с такими кусочками крупными. Очень интересно играть со вкусом. Это называется компотский перец. Компот это провинция Камбоджи. А в Камбодже выращивается там большая часть черного перца в мире. А, и вустерский соус, да, чуть не забыл. Ворчестер. Он имеет такой, знаете, гвоздичный привкус. Гвоздичный. Я уже рассказывал про него. Это вообще английская как бы тема. Но, скорее всего, идею англичане дернули где-то в Индии. Потому что он прям такой пряный. О, это быстренько у нас. Ну, как всегда, там какие-то кусочки пристали к краям и не перерубились. Ерунда все это. Не переживайте. Все съестится. Так, теперь мне нужно для белого соуса какую-нибудь такую плошечку. Вот такую фиолетовую. Побольше нет у нас. Так, для того соуса я вот эту возьму. А фиолетовую возьму. А, вот такую. Вот они примерно одинаковые, да, три. Супер. Так, сюда я выкладываю соус из соленого огурца. Видите, какой он густой. Ничего не отсекается. Сыр его схватил. Сметанка поддержала сливочность. О, аллилуйя. Шикарный соус. Очень хорош. Очень. Не, 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 туда ставить нельзя. Далее. Сюда мы выкладываем Шикарный соус из свежего огурца. Ух ты! Очень похож на окрошку, которую перемололи в блендере, да? В этом и есть смысл. Он немножко жиже. Но ничего страшного в этом нет. Потому что огурец-то там вода сплошная. Дуся, яичком запахло, да? И огурочком? О, понятно, Дуся знает, где вкусняшки живут. Ну и когда все уже чипсы воткнуты и нужно срочно пробовать, закрою микрофон, чтобы хитрый не ругает, что я чавкаю. Я вообще не чавкаю, просто отсюда звук забирает. Гуакамоли вообще моя любимая тема. Если один раз, два, три сделаете, попадете в свой вкус, потому что гуакамоли, как и любое другое блюдо, соус и так далее, делается на свой вкус. Вы будете вообще прям поклонниками этого блюда. Так, огурцы. Вот здесь вкус яйца отварного. Мне кажется, любят не только русские, вообще все, потому что йоли делается, загущается на основе там вареного яйца. Вот это круто. Окрошечный вариант. Знаете, если вот это такой мексиканский, яркий по вкусу, зира, кинза, то это такой домашний, плоский, вкусный, сливочный. Очень хорош. Они разные, кардинально вообще. Ну и соленый огурец. Я, знаешь, сейчас понял. Ты с бородой на покашеваре стал похож. Да? Ни хам похоже. Вообще никакого сходства. Вообще близко. У того вот так вот. Только испанка. Соленые огурцы, сыр, зеленый лук, жареный лук. Он такой густой из-за сыра получился. Не знаете, если бы лука зеленого чуть меньше, ну что острота такая луковая. Если зеленого лука чуть-чуть поменьше, петрушки побольше, и побольше жареного лука, получается, что вот этот вот кначос подходит больше всех. Но кначос это традиционный в Мексике. Этот станет традиционным в России после того, как вы приготовите и поймете, что это очень вкусно. То вот этот прям киношный вариант. А если сюда еще какой-нибудь копченой паприки насыпать, вообще бомба будет. Ну-ка, дай попробуем. Так, копченую паприку. Можете огурец и зелень сюда не добавлять. Сметану с сыром перемешайте. Паприки фиганите туда и будет вот так. Приятного аппетита, друзья. Все, ставьте лайки, подписывайтесь. Все, пока. Увидимся в следующий раз.